Торговые онлайн-площадки попросили Минпромторг уравнять правила продажи продукции в интернете с нормами, которые есть для обычных магазинов. Данные правила были установлены 28 лет назад, когда только дистанционные продажи онлайн начинали развиваться. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. Большой рынок спроса и продаж у нас происходит через интернет-покупки. Поэтому, конечно, здесь я считаю, что правила требуют доработки и изменений. Председатель Союза потребителей России Петр Шелич отметил, что такой подход был признан стимулировать онлайн-продажи и снизить нагрузку на традиционную торговлю, мощности которой в то время заметно отставали от потребительского спроса. Приобретая товар в интернете, человек не может его потрогать и примерить, а значит должен рассчитывать на возможность возврата. Так как покупатель может использовать товар несколько дней, конечно, этот товар теряет свое качество, свой первоначальный вид. И что касается бытовой техники и одежды, да, это нижнего белья, утраты этикеток, наименований, артикулов, либо книга. Мы все знаем, что сейчас они приходят все упакованные. И после уже открытия данной книги возвращать ее обратно, конечно, продавцу будет сложно в дальнейшем реализовать такой товар. Утратит ли силу правила продажи товаров дистанционным способом, покажет время, пока запрет возврата товаров, купленных в интернет-магазине, находится на стадии обсуждения. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Олеся Котровская, Станислав Кудряшова, телекомпания «Город».